Олександр Сминьев! Чемпионы Европы года 2010-го, многократные призёры континентальных первенств, стоявшие на пьестале почёта и на чемпионатах мира, пропустивший целый сезон Юка Ковагути и Александр Смирнов со своим очередным шедевром от Тамары Москвиной и Петра Чернышова. Субтитры создавал DimaTorzok Идут, идут на этот невообразимый риск. Исправляется с ним Ковагути и Смирнов. И снова мы видим, исполненный, причём чисто, четверной выброс Сальфа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Браво! В концовке и Юка с Александром тоже что-то намудрили с поддержкой, но это было впечатляюще. При том, что по-прежнему наши спортсмены не выполняют полноценного каскада, они в начале программы исполняют комбинацию из двух тройных тулупов и тем самым через дополнительные шаги, делая прыжок, отнимают у самих себя по базовой стоимости больше полутора баллов. Но они знают то, чего нам неведомо и сознательно, конечно же, идут не на каскад, а на комбинацию прыжков, понимая, что это может стоить им одного-двух баллов в программе, но за счет чистого исполнения эти самые недобранные по базе баллы набирают код арбитров. Очень много им нужно набирать для того, чтобы обходить Ксению Столбову и Федора Климова, но есть не только подозрения, есть основания предполагать, что возвращают себе спустя пять лет звание континентальных чемпионов Юка Каваготи и Александр Смирнов. Юка плачет. Какая же сложная спортивная жизнь у этой спортсменки. Сколько было положено ради Олимпиады. Отказ от родного японского гражданства. Переезд в совсем другую страну с иным менталитетом, непохожим языком. Люди, в конце концов, у нас сильно отличаются от японцев. Обиднейшее четвертое место в Ванкурии. Пропуск из-за тяжелейшей травмы колена у Александра Смирнова. Олимпиады в Сочи нашли в себе силу, несмотря на то, что они отнюдь уже не юниоры, эти спортсмены, не сломаться, не развалиться и продолжить карьеру. Больше того, выходят на новый качественный уровень в этом сезоне Каваготи и Смирнов. Но постановки от Амары Москвиной всегда вызывали восхищение. А сейчас еще и Петр Чернышев присоединился в качестве хореографа и постановщика к этому дуэту, что только добавило фигуристам красок. Ну что, позвольте сделать полуофициальное заявление. Европейской столицей фигурного катания я объявляю Санкт-Петербург. Елизавета Туктамышева и Каваготи Смирнов. Безупречно у Лизы и почти так же стопроцентно у Юка и Александрова. А ведь сто лет в обед это совсем не про их тренера. Алексею Николаевичу и Тамаре Николаевне значительно больше на двоих, чем сто. Тем не менее, они в своем, скажем так, юниорско-юношеско-молодом возрасте продолжают оставаться не просто на плаву, продолжают бить более молодых и, как казалось поначалу, более успешных коллег. Это дорогого стоит. Блестящее выступление и вот это даже, ну, мягко говоря, подсорванная поддержка не смазала эффекта от этой произвольной программы. Весь пьедестал российский, как и у девушек. В этом после того, как сорвали один из своих элементов Морган-Сипре, не было никаких сомнений. А Юка Каваготи Александр Смирнов двукратные чемпионы Старого Света. Они вновь первые и только они и их тренеры знают, чего им это стоит. Да, Столбов и Климов ошиблись, но атаковаться на всего лишь одного элемента в современном фигурном катании. Ошибаешься и твое, казалось бы, уже застолбленное за тобой место занимают другие. Ничего не поделаешь конкуренция. Евгения Тарасова и Владимир Морозов с первого захода на пьедестале почета. Это как Елена Родионова, как Анна Погорилая, как, в конце концов, Степанова Букина. Блестящее выступление наших спортсменов. Невероятные по накалу получили соревнования спортивных пар.